У нашего века множество эпитетов атомный, космический век автоматизации и кибернетики век научно-технической революции Основой научно-технического прогресса нашего века стало электричество Субтитры создавал DimaTorzok Каждую секунду электрические мощности в нашей стране увеличиваются на 400 ватт За 30 минут этого фильма прирост мощности позволит обеспечить электроэнергией новый цех или автоматизированную линию За сутки новый завод За месяц новый город За пятилетку прирост составит 60-70 миллионов киловатт Реки энергии Но у этих рек был свой родник свое начало Государственный план развития электрификации России Созданный по инициативе Владимира Ильича Ленина план ГОЭЛРО был первым единым народно-хозяйственным планом советского государства 20-е годы Молодая Советская Республика самая передовая в мире страна по политическому строю была аграрной страной с отсталой промышленностью Единственным средством спасения народа от нужды и голода Владимир Ильич Ленин видел в развитии промышленности России на самой передовой основе на основе электрификации Россия во мгле Такой увидел страну английский писатель Герберт Уэллс План ГОЭЛРО он назвал утопией электрификации Осуществление таких проектов в России писал Уэллс Можно представить себе только с помощью сверхфантазии В какое бы волшебное зеркало я ни глядел я не могу увидеть эту Россию будущего Но невысокий человек в Кремле обладает таким даром А между тем нужна была не сверхфантазия а огромная вера вера в будущее России В мгле разоренных сел в мгле неотапливаемых городов и угасших мартенов в радостном напряжении сил рождался новый мир новое социальное общество Вся страна превратилась в огромную строительную площадку Первенец советской энергетики Волховстрой стал символом новой эпохи Волховская станция была первой но не единственной В результате героического труда советских людей план Гойл-Ро был выполнен в кратчайший срок Памятником первому десятилетию электрификации страны стала величайшая тогда на земле плотина Днепрогресса На основе электрификации советская страна из экономически отсталой превращалась в могучую индустриальную державу Мы должны иметь новую техническую базу для нового экономического строительства Этой новой технической базой является электричество Мы должны будем на этой базе строить все Только тогда, когда страна будет электрифицирована Когда под промышленность сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности Только тогда мы победим окончательно Эти мысли Владимира Ильича Ленина определили особую социально-экономическую роль электрификации в нашей стране Сегодня Советский Союз занимает по производству электроэнергии второе место в мире постоянно наращивая мощности Системы сложнейших приборов для контроля сигнализации измерения и регулирования действующие силы электрического тока позволили внедрить на наше предприятие автоматизацию Применение электрической энергии вызвало к жизни совершенно новые отрасли индустрии Электрификация являющейся стержнем экономики играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства С каждым годом увеличивается многообразие форм использования электричества в сельском хозяйстве Неузнаваемо меняется технология этой древнейшей области человеческой деятельности Труд земледельца и животновода превращается в разновидность труда индустриального Применение электричества сегодня не только повышает производительность труда избавляя от трудоемких процессов электричество открывает путь принципиально новым технологиям меняя облик профессии Это ли ненаглядные примеры социальной сущности электрификации Мы редко задумываемся над тем что нас постоянно обслуживает электричество Детище электрификации метрополитен Без него трудно представить себе сегодня жизнь большого города Скорость, комфорт стали для нас привычными Привычными стали зимний бассейн Летний каток И вряд ли эти молодые люди задумываются сейчас над тем что искрящийся лед под палящими лучами солнца подарила им электрическая энергия Электрификация сегодня система необычайной сложности Ее цель сделать электроснабжение абсолютно бесперебойным максимально дешевым практически неисчерпаемым Став основой научно-технического прогресса электричество вторглось во все сферы нашей жизни Увеличивая производительность общественного труда и освобождая тем самым огромное количество времени электрическая энергия создает условия для гармонического развития личности Этим маленьким гражданам жителям будущего века оставляем мы в наследство хорошо развитое сложное электроэнергетическое хозяйство С севера на юг с запада на восток к большим и малым городам к поселкам и деревням на десятки тысяч километров как энергетические артерии протянулись линии электропередач Электроэнергетическое хозяйство страны Электроэнергетическое хозяйство страны Не существует для них ни гор, ни лесов, ни самого человека Только машины и приборы которым несут они свою бесконечную ношу миллионы и миллиарды ватт энергии Мегавольты и мегаватты за пределы нашего воображения Но машины и приборы превратят эту энергию в то, что непосредственно используют люди в свет и движение При разработке плана ГОЭЛРО Владимир Ильич Ленин предложил предусмотреть централизацию энергии всей страны Не сделать ли особой статьи о государственном плане сети электрических станций с картой или с примерным их перечнем числом с перспективами способными централизовать энергию Всей страны Сегодня в стране действует 9 объединенных энергосистем 9 звеньев одной цепи единой энергетической системы Отсюда, с главного диспетчерского пункта единой энергетической системы идет управление электрическими потоками страны Это самая крупная энергосистема в мире Множество изменений происходит ежесекундно в энергосистеме охватывающей огромную территорию Система дышит и множество приборов и автоматов защищает ее планомерную, бесперебойную работу Пригружается линия Витеб-Сталашкина Поддержите понять 350, не более Здесь у пульта единой энергетической особенно ощутима плановость всего нашего народного хозяйства Рига Перегрузились транзиты северо-запад-центр Снимите нагрузку на Плягинский ГЭС 400 мегаватт Правильно немедленно выполнять Диспетчеры перераспределяют электроэнергию с востока на запад с запада на восток в зависимости от того, где наступает утро, а где ночь где возникают пиковые нагрузки, а где они доходят до минимума Всемирова, Европейская часть Союза утренний максимум Поднимите станцию Омской системы до полной мощности Правильно выполняйте Спасибо Ну поднимайте нагрузку Полную поднимайте нагрузку Говорит один из старейших энергетиков страны лауреат Ленинской премии профессор Веников Успехи советской энергетики связаны прежде всего с тем что наша страна является мощной социалистической державой И вот это обстоятельство это плановость нашего народного хозяйства это то, что вся наша энергетика работает на благо народа а не на прибыли каких-либо энергетических компаний вот все это и обеспечивает ее высокую эффективность ее безаварийность работы ее надежность страна наша не только обеспечивается нашими энергосистемами наша страна обеспечивает еще и другие страны социалистические страны которые объединены с нашей энергетической системой в так называемую систему мир это единая энергетическая система социалистических стран которая управляется из единого диспетчерского центра который находится в Праге в котором по очереди сменяются руководители этого центра диспетчера которые в свою очередь назначаются из разных стран по очереди это тоже образец такого содружества разных стран но не только в этом заключается то что наша страна является такой крупной энергетической державой она еще ведет огромные исследовательские работы она разрабатывает новые способы передачи энергии на расстояние она разрабатывает новые способы получения энергии в наших вузах готовится огромное количество студентов и аспирантов для развивающихся стран всех континентов у нас в стране есть практически все источники получения электроэнергии гидроэнергия и топливо горячие подземные воды морские приливы и отливы в наше время ни одна потенциальная возможность получения электрической энергии не остается без внимания науки важным звеном стратегического плана развития современной энергетики стала строительство атомных электростанций крупнейшая в Европе ленинградская атомная электростанция имени Владимира Ильича Ленина мощность этой станции 2 миллиона киловатт с вводом второй очереди станции ее мощность удвоится развитие электроэнергетического здравоохозяйства страны строительство станции и линии электропередач в центре внимания всего народа Енисей Село Шушенское Село Шушенское Здесь находясь в далекой сибирской ссылке еще в конце прошлого века Владимир Ильич Ленин впервые высказал мысль о преимуществах внедрения электричества в промышленность и сельское хозяйство От первого Волховского гидроузла через Днепровские и Волжские гидростанции мы пришли к созданию крупных каскадов на юге страны в Средней Азии и Сибири В созвездии гидроэлектростанции Сибири уже дает ток крупнейшая в мире красноярская ГЭС мощностью 6 миллионов киловатт 240 метровая арочная плотина Саяно-Шушенской гидростанции станет символом и энергетическим сердцем территориально-промышленного комплекса этого края На месте окраин старой России встанут новые города города будущего и строительство таких энергетических колоссов наш вклад в экономику 21 века из прошлого мы черпаем вдохновение для нынешних и грядущих дел еще яснее теперь для нас мудрость ленинских слов коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны и 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